Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал о Маркет, составлять ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря данные по темпам экономического роста ВВП Англии и промышленного производства. Эта статистика выйдет прямо совсем скоро в 6.00 по GMT. В 14.00 по GMT выйдет отчет по Мичиганскому индексу потребительских настроений США. Не то чтобы важный релиз, но для закрытия недели пойдет, тем более, что у нас уже смировалось представление о том, что может быть с американской валютой после выхода крайне сильных данных по инфляции, которые, разумеется, могут стать убедительным аргументом для Федрезерва, чтобы американский регулятор перенес сроки смягчения монетарной политики и отложил снижение процентной ставки, в лучшем случае, с июня на июль. Мы как раз в ходе вчерашнего брифинга обсуждали детальное влияние отчета по индексу потребительских цен на те решения, которые будут впоследствии американским регуляторам приниматься. Я предлагаю еще раз прибежаться по основным вводным, чтобы вы четко имели представление, как мы закрываем эту неделю, как выходим на выходные и что нас ожидается открытие следующей недели. Индекс доллара достиг психологической планки 105 пунктов, сейчас котируется выше. Если мы закроем эту неделю над данным уровнем, это будет очень хорошим заделом для оптимистичного открытия торгов на следующей неделе. И мне кажется, что сейчас мы можем ориентироваться на более амбициозные цели, которые, честно говоря, раньше я не рассматривал. Это отметки 106 и потенциально даже выше, 107 пунктов. Что касается данных по инфляции, сам факт значительного роста индекса потребительских цен, в этот раз с 3,2% до 3,5%, это позволило нам говорить о том, что тенденция роста инфляционного давления сохраняется уже 3 месяца подряд. И это уже не какой-то случайный отдельный отчет, который выбивается из общей статистической картины. Это практический тренд. Конечно же, все эти вводные видят и представители американского регулятора. Может быть, даже они работают с большим количеством макроэкономической статистики, которая недоступна в том формате, в котором они анализируют ритейл-трейдерам. И еще до выхода данных по инфляции мы помним, как ряд представителей американского регулятора предупреждали нас о том, почему шансы снижения ставки на ближайших нескольких заседаниях ничтожно малы, делая отсылку на устойчиво сохраняющиеся инфляционные риски, на динамичный экономический рост и на прогресс на рынке труда. Мы, конечно же, не пропустили мимо ушей эти вводные, но все-таки нам хотелось получить уже конкретики в виде данных по индексу потребительских цен. И, собственно, мы в этом убедились, когда вышла статистика по базовой инфляции и основному индексу потребительских цен. Вчерашняя статистика, первичные заявки на пособие по безработице, здесь продолжается тренд сильных отчетов по американскому рынку труда. 211 тысяч обращений с прошлого значения 222 тысячи. Прогресс налицо. Индекс цен производителей промышленной инфляции рос с 1,6 до 2,1%. Поэтому промышленная инфляция тоже является логическим продолжением того, что вырос индекс потребительских цен в целом. И, соответственно, мы можем точно сказать, что объективная ситуация сейчас такая, что цены находятся на гораздо более высоких уровнях, чем ожидал американский регулятор. Это проблема. Ее признают члены американского регулятора, голосующие представители Федрезерва. И ранее об этом говорил Джером Пауэлл, делая акцент на то, что выжидательная позиция сейчас важна как никогда. Потому что преждевременное снижение процентной ставки может раскрутить вот эту инфляционную спираль и создать условия, при которых мы через полгода, может быть, чуть больше, будем снова привыкать к инфляции существенно выше 4%. Допустить этого американский регулятор не может. Поэтому сейчас принято решение все-таки сохранить ставку на том уровне, на котором она находится уже много месяцев подряд. Это ставка 5,5%. Вероятность снижения ставки в июне сейчас оценивается в 22%. Это мало, поэтому я, как и вчера, после уже выхода данных по инфляции, предлагаю смотреть на июльское заседание и пока работать исключительно с длинными позициями по американскому доллару. Золото 2383 доллара за тройскую унцию. Новый исторический максимум. И я по-прежнему не рекомендую лезть в этот инструмент. Уверен, что есть рядом продавцы, которые ждут удобной возможности, чтобы как следует вступить в игру и спровоцировать мощную техническую коррекцию, которая, может быть, перерастет в какой-то новый локальный тренд. Но пока сигналов для этого хороших нет. Разве что укрепление доллара и доходности американских облигаций. Но мы с вами уже за последние несколько недель не раз убеждались в том, что золото эти факторы игнорируют. Европейская валюта 1,0715. Сегодня, судя по всему, протестируем поддержку 1,07. Итоги заседания Европейского центрального банка. Конечно же, ставку не изменили. Она осталась на прежнем уровне 4,5%. Но во время пресс-конференции руководство ЦБ подтвердило, что тренд снижения инфляции остается устойчивым и даже несколько опережает те целевые отметки, которые были обозначены регулятором ранее. Снижение инфляции вкупе со слабостью экономики в целом. Германия уж тем более там рецессия. Еврозоны, пограничная территория по экономическому росту между восстановлением и стагнацией. Это все предпосылки для того, чтобы ЕЦБ был более решительным. Но все-таки конкретных сроков от ЕЦБ мы так и не услышали. Когда будет сниженная процентная ставка? Поэтому участники рынка после заседания ЕЦБ снова сфокусировались на идее, что, скорее всего, это произойдет в июне. Я вам вчера говорил, что после данных по инфляции в США, когда вероятность снижения ставки стала более очевидна уже в июле, все равно июньское снижение ставки в ЕЦБ будет делать европейский регулятор одним из опережающих центральных банков, именно особенно те, которые переделат ФРС в вопросе смягчения национальной монетарной политики. И в этих условиях, если положиться на экономическую теорию, у евро почти нет шансов. И отсюда наши шарты. Британская валюта против доллара 1,2544. Ждем снижения пары ниже отметки 1,25. Сегодня очень скоро выйдут данные по ОВП промышленному производству. Ожидание по отчетам так себе. Темпы экономического роста. Это февральский показатель ОВП. Прирост может составить 0,1%. Я думаю, что фактическая цифра будет 0. Или возможный сюрприз с ухода показателя на отрицательную территорию. И по промышленному производству. В феврале ожидается рост нулевой. Поэтому здесь, наверное, не нужно делать вывод о том, что этот отчет может оказать поддержку фунту. И как и в случае с показателем экономического роста, здесь тоже все-таки высокая вероятность того, что фактическая цифра будет хуже, чем ожидают эксперты. В общем, я сторонник продаж британской валюты. И, соответственно, ориентируюсь на дальнейшее снижение. Пара доллар-иена 153.30. Еще раз призываю, друзья, зафиксируйте результаты длинных позиций. Здесь уже настолько высока вероятность интервенций, что они могут последовать прямо в любую минуту. И я думаю, что не только я, но и, наверное, вы этому не удивитесь. То, что мы раньше ждали отметку 153, это тоже было очень большим риском. Мы понимали, что эти интервенции могут произойти в любой момент. Но мы положились на рыночный сантимент и решили выжить по максимуму из того восходящего тренда, который был сформирован. И нам это удалось сделать. Рынку нужно сказать всем спасибо. Доллар-канадец 1.3702. Ждем отметку 1.38. Давление на канадский доллар, как и в случае с евро и британской валютой, валюты будут оказывать перспективу смягчения экономической политики. Но, может быть, я еще склоняюсь к тому, что рынок нефти можно будет продать. И, соответственно, распродажа на рынке нефти – это еще один фактор снижения канадского доллара. Про американского конкурента, о причинах его роста я уже сказал. Доллар-франк, цель 0.92, все также без изменений. И что касается нефтянки, 90.25 долларов за баррель. Среди негативных факторов стоит отметить рост доллара, увеличение запасов нефти в США и слабо-китайские данные по инфляции, которая выросла в годовом выражении всего лишь на 0,1%, с прошлого значения 0,7%. Стоит ли шортить, раз уж мы не открывали короткую позицию в рамках этой недели, давайте тогда завершим эту пятидневку с теми идеями, которые я озвучил, и уже на следующий вернемся к трейдингу и рынкам нефти тоже. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего закрытия недели. Всем пока! Продолжение следует...